Мы знаем, что математика делится на несколько разделов. С одним разделом мы уже знакомы. Это арифметика. В арифметике мы в основном занимаемся вычислениями, то есть действиями с числами. Еще один раздел математики – геометрия. Что же такое геометрия? Разобьем слово «геометрия» на части «гео» и «метрия». Слово «гео» по-древнегречески означает «земля». Слово «метрия» образовано от слова «метр», а мы знаем, что «метр» используется для измерения. Следовательно, можно сделать вывод, что слово «метрия» означает «измерение». Значит, слово «геометрия» можно перевести как «землемерие». А теперь давайте вспомним, какие единицы измерения длин мы с вами знаем. Если мы едем из одного города в другой, то расстояние, которое мы преодолели, измеряется в километрах. Обозначение километра – КМ. Метры используются для измерения меньших расстояний длин, например, роста человека. Обозначение метра – буква М. Есть более маленькие единицы измерения – дециметры, сантиметры, миллиметры. Все они используются для измерения небольших длин. Обозначение дециметра – ДМ, сантиметра – СМ, миллиметра – ММ. Например, длина одной стороны шоколадки равна одному дециметру, длина коробка спичек равна 4 сантиметрам, длина муравья – 5 миллиметров. Стоит запомнить следующую информацию. В одном сантиметре – 10 миллиметров, в одном дециметре – 10 сантиметров, в одном метре – 10 дециметров или 100 сантиметров, в одном километре – 1000 метров. А теперь вспомним основные геометрические фигуры. Треугольник. Он состоит из трех точек и трех отрезков, которые попарно соединяют эти точки. Точки – это вершины треугольника, отрезки – его стороны. Вершины треугольника обозначаются заглавными латинскими буквами. Следующая фигура – прямоугольник. Он уже состоит из четырех точек и четырех попарно соединяющих их отрезков. У него все углы прямые. Точки – это вершины прямоугольника, отрезки – стороны. У прямоугольника две величины. Длина и ширина. Вершины прямоугольника обозначаются заглавными латинскими буквами. Прямоугольник, у которого все стороны равны, называется квадратом. Треугольник, прямоугольник и квадрат – это многоугольники, так как у них много вершин, углов. Еще одна важная геометрическая фигура – круг. Чтобы начертить круг, мы используем циркуль. Все фигуры, которые мы рассмотрели, плоские. То есть их можно целиком расположить на одной плоской поверхности. У всех плоских многоугольников можно найти периметр и площадь. Мы знаем, что периметр – это сумма длин всех сторон. Обозначается периметр заглавной латинской буквой P. Чтобы найти периметр прямоугольника, используют формулу P равняется 2 умножить на сумму длины и ширины. Чтобы найти периметр квадрата, используют формулу P равняется 4 умножить на А, где А – сторона квадрата. Рассмотрим задачу. Длина прямоугольника 6 см, а ширина 5 см. Найдите периметр прямоугольника. Чтобы найти периметр такого прямоугольника, воспользуемся формулой. Вместо А подставим 5 см, вместо В – 6 см. Получим произведение 2 и 11. Оно равно 22. Итак, ответ. Периметр равен 22 см. Также нам известно, что у прямоугольника и квадрата можно найти площадь. Она обозначается заглавной латинской буквой S. Площадь прямоугольника можно найти по формуле. S равняется произведению длины и ширины. Стоит отметить, что площадь измеряется в квадратных миллиметрах, квадратных сантиметрах и так далее. Площадь квадрата находится по формуле. S равняется произведению двух сторон квадрата, то есть А в квадрате. Рассмотрим задачу. Найдите площадь участка Земли, имеющего форму прямоугольника, со сторонами 7 и 15 метров. Итак, чтобы найти площадь прямоугольного участка, воспользуемся формулой площади прямоугольника. Для этого вместо букв подставим формулу заданное значение. Умножим 7 на 15 и получим 105 квадратных метров. Помимо плоских фигур, существуют и объемные фигуры, и вы с ними уже знакомы. Ежедневно они встречаются нам в домах и на улице. Это куб, параллелепипед, шар, пирамида, цилиндр, конус. Сегодня мы с вами познакомились с одним из разделов математики – геометрии. Повторили единицы измерения длин. Вспомнили основные плоские и объемные фигуры. Повторили формулы периметра и площади прямоугольника и квадрата.